Благодать и мир вам от Господа нашего Иисуса Христа, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, кто посетил нас, дорогие друзья, которые находятся с нами в прямом эфире, сегодня у нас радостное богослужение. Радуемся Господе нашему Иисусе Христе, который родился, который принял плоть, который пришел на эту землю. В основании проповеди я прочитаю место Священного Писания, которое записал апостол Иоанн в своем Евангелии в первой главе 14 стих. Иоанна 1 глава 14 стих. «И слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». «Слово стало плотью, слово – логос, имя – одно из имен Бога». Вначале, Иоанн пишет с первого стиха, «вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Оно вначале было у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. Слово – это Бог. Это имя Христос будет иметь и в вечности, когда мы видим явление прославленного Сына Божия, и на бедре Его имя – Слово Божие. Слово Божие, оно стало плотью, оно стало человеческой плотью. За четыре тысячи лет до рождения Христа и за две тысячи после рождения Христа никогда такого не случалось. В Яслях родился младенец в такой плоти, как все мы. Но не такой, как мы. В прошлое воскресенье брат читал на повествование Луки, когда ангел Господень явился Захаре, и он сказал, что у тебя будет Сын. Это Божье послание, и он говорит, что он будет исполнен Святого Духа от чрева матери до рождения, он будет уже исполнен Духа Святого, и Бог будет им управлять, и он исполнит волю Бога. О Христе так не сказано, потому что зачатие было нечеловеческое, неестественное, сверхъестественное, божественное, чистое, святое. Бог оставил небо, умолился и родился, как человек. Сто процентов человек, но не такой, как мы. Он не имел в себе наследственности греховной адамовской. Он имел в себе генетику чистую, святую, божественную. Сто процентов Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, то есть жило с нами в шатрах. И он говорит, мы видели Его, 33 года видели Его, полное благодати и истины. Благодать – это Божье благовление, Божье расположение, Божий дар людям, которые Бог дает ни за плату, ни по заслугам, божественный дар. Только Он мог сказать женщине, которую приговорили к смерти, я тебя не осуждаю, иди и впредь не греши. Благодать и истина сочетаться может только в Боге. Помните, когда принесли Иисуса Христа, которого окружало множество народа, когда Он находился в доме парализованного человека, расслабленного, который не мог двигаться. Когда положили перед Ним, Он говорит, прощаются в тебе грехи твои. Окружающие люди, знающие закон Божий, знающие Бога, они говорили, кто Он, что может говорить так, прощаются в тебе грехи. Никто не может прощать грех, только Бог. Они были правы. Никто не может прощать грех, только Бог. Иисус узнал их мысли. И Он говорит, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, говорит Расслабленному, встань, возьми постель и иди. Человек пошел восстановленный в здоровье и прощенный внутри. Полный благодати и истины был с нами, и Иоанн говорит, и мы видели славу Его. Иоанн видел славу Его, когда это был чистый, святой, непорочный в мыслях, словах, поступках, имеющий святой характер, поступки, дела, человек, и которого они видели на горе преображения, где Бог прославил Сына Своего. Они видели лик Его, блистательный, и голос с неба. Это Сын Мой возлюбленный. Бог говорит, в Котором Мое благоволение, Его слушайте. Это был Сын Человеческий, Сын Божий во плоти, Который был от начала, без Него ничто не начало быть. И Он единородный от Бога. Такого не было никогда, такого никогда не будет. Это Иисус Христос, мой Спаситель. В послании к Коринфянам, в 15-й главе, написано интересное место Священного Писания, 15-я глава, 47-й стих. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Первый человек из земли перстный, греческий перевод говорит «глиняный», помните, Адама сотворил Бог из праха земного. Мы, люди, живущие в 21 веке, знаем, что в земле находятся все элементы, из которых состоит наше тело, вот это плод наше. И Бог сказал, «Ты из праха земли взят, ты и в прах возвратишься в свое время». А второй человек, мы смотрим на Иисуса, не из глины, не из праха, не из земли, Господь с неба. И здесь апостол Павел открывает нам будущность, что какие вот перстный, какие глиняные, и какие земные, такие мы. Адамовское создание, сотворение. Какой небесный Бог с неба, таковы и мы будем. Он открывает тайну, которая была сокрыта от родов и веков, но которая нам открылась в Иисусе Христе, Господе нашим. Второй человек – это Господь с неба. Знаете, когда тематическое собрание, важно держаться этой темой. Ну, знаете, сегодня вот тема рождественская. Если сказать только о Рождестве, это сказать только начало. Говоря о Господе Иисусе Христе, нельзя сказать, что Он родился в яслях. Небожители возвестили радостную весть, которая будет всем людям, который жил на этой земле и имел цель, имел план, исполнить Божий план спасения человека. Он родился и жил, чтобы стать на кресте Голговском жертвой, позорной жертвой, жертвой милостивления за весь мир, который умер, который воскрес, восстал из мертвых, слава и отца, потому что он был чистый, непорочный, а умер он, когда на него возлегли грехи всех нас. И он вознесся на небо, он на небе, он у отца. А сегодня мы собрались, чтобы вспомнить тот день. у нашей соседки весь ярд украшен оленями с повозками, домами красивыми, санта-клаусами и прочими блестящими. Но настолько красиво, ты смотришь, думаешь, вот это христианка. Моя жена проезжала там, где мы когда-то жили в апартаменте, один дом всегда украшается, каждый год, очень красиво. И она говорит, этот дом украшен шикарно, красиво, настолько рядом дом, соседи, свет направлен и ясный, ничего больше. Дорогие братья и сестры, что для меня, для тебя день Рождества Христова? Множество всего красивого, или Центр, это светозаряющий ясли, в котором рожден Иисус Христос. Позвольте, я скажу, что для меня является Рождество Иисуса Христа. Слово Божие говорит, всякий верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Господь Иисус Христос прощает грех, Он имеет власть, Он дает свободу, и Он дает жизнь вечную. Давайте, читая Священное Писание, мы знаем всю историю, вспомним, когда Иисус Христос был на этой земле, и Слово Божие нам повествует. И проходил Иисус по городам и селениям, проповедуя и благовествует Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Рядом с Иисусом Христом находились те, которые получили от Него новую жизнь, которых Он избрал двенадцать, и рядом с Ним были и женщины, которые одних Он исцелил от болезни, других изгнал духов нечистых. Одна из них Мария Магдалина. Слово Божие нам говорит «Воскресший рано утром в первый день недели Иисус является сперва Мария Магдалина, из которых изгнал семь бесов». Дорогие друзья, Господь Иисус Христос имел власть не только здоровья давать, Он имел власть и имеет над злыми духами. И одна женщина, вы можете себе представить, женщина, которая была одержима, семь духов нечистых в них были? Не можем. братья те, которые сталкивались с людьми, которые имеют одержимость и видели эта страшная сила, которая порабощает человека и нету силы, которая могла бы избавить. И вот Мария Магдалина была одна из таких и Господь ее освободил, очистил, изгнал и в ней больше нету этой злой силы. Она свободная. Она принадлежит Христу. И она хорошо себе усвоила гарантию безопасности, быть рядом со Христом. Она ходила с Ним по селам и городам, где Иисус благовествовал, она находилась рядом. Самая лучшая позиция от злых сил, от всякой зависимости это находиться рядом с Иисусом Христом. Вы помните историю, когда Иисуса Христа погребли и Мария пришла и плакала. И когда она плакала, то ангелы сказали, что ты плачешь, кого ты ищешь. Ее слезы закрыли глаза и когда она услышала голос, обратилась и думала, что садовник говорит, господин, если ты взял тело, скажи мне, где оно, я пойду его возьму. Хоть мертвого, но рядом иметь. Дорогие друзья, мы знаем, зависимость бывает различная. Зависимость бывает алкогольная, бывает от курения, бывает от развратной жизни, бывает от всякой нечистоты, непотребства, а бывает зависимость, когда дух нечистый живет. Я, знаете, думал, от алкоголя можно как-то удалиться. Самое лучшее, не приближайся туда, не приближайся там, где продается, где разливается алкоголь. Держись подальше от него, keep away. Как можно удалиться от злых духов? Это невидимая область, но реальная. Мария Магдалина, она испытала в своей жизни, поэтому она искала Иисуса Христа, хоть мертвого, но рядом быть, ведь они придут независимо, где ты находишься. Иисус обращается к ней и говорит, Мария! Тогда она узнала голос Его, говорит, учитель, рабуни, вот он ты, она приблизилась к нему, упала на колени, упала, обняв ноги. Дорогие друзья, в Слове Божьем не написано, когда Иисус Христос был на земле, 40 дней являлся, а потом вознесся, чтобы Мария была в панике и наискала Его. Я верю, что с ней произошло нечто великое, сокрытое от веков и родов, открытое во Христе Иисусе, когда она не имела страха, а имела уверенность в спасении. Слово Божие нам открывает, что человек, он тройственный, он имеет тело, вот это, он имеет душу, разум, чувство, воля наша, и он имеет, позвольте сказать, дух, но он мертвый. Адаму было сказано, не вкушай, день, который ты вкусишь, смертью умрешь. Адам умер, и дух есть у каждого из нас, но он мертвый, в нем нету жизни. Слово Божие нам открывает светильник Господень, дух человека. Слово Божие нам говорит «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещай тьму мою». Дорогие братья и сестры, в день, когда я родился в христианской семье, я слышал о Боге много, я знал, что есть Бог, я знал, что Иисус Христос родился в яслях, жил на этой земле, на кресте Голговском умер и стал жертвой за грех всего человечества. И в ком дух мертвый, тот не будет с Богом. Никодиму Христос сказал «Должно тебе родиться свыше». То есть Господь должен возжечь светильник. И в день моего покаяния загорелся внутри чудный свет, дух жизни Бог возродил, возжег, Он родился в сердце моем. Я верю, Он родился, Он возжег светильник у Марии Магдалины в день Пятидесятницы. Она больше не боялась, потому что света этого дьявол боится. Он дает свободу, и свет этот озаряет тьму мою и ведет к свету. Будет день, когда Господь призовет всех, в ком возрожден дух и уже ушли в вечность. И в ком живет сегодня Христос, в чем сердце горит, дух жизни, дух святой возродил, дух для Бога, Господь воззовет, и мы будем в вечности. Боже, что для меня означает рождение Иисуса Христа. Он мой Спаситель. Он не простил грех мой, молитвы покаяния моего. Он освещает тьму мою и указывает свет через слово свое, потому что слово его, оно живое, и он дает будущность, вечность. В вечности мы увидим Иисуса Христа. Бога никто не видел никогда и увидеть не может. Господь Иисус Христос принял плод человеческую. Ныне Он Одесную Бога Он в плоти не такой, как у нас. Новое тело, прославленное, величественное, святое, но тело. И Он в этом теле будет всегда, во веки веков, в вечности. ради меня, ради тебя, брат и сестра. Дорогой брат и сестра, в чем сердце загорелся дух жизни? Помнишь день этот? Горит этот светильник. Помните, о Иоанне Крестителе было сказано, Иисус Христос дал оценку ему. Это был светильник горящий и светящий. Он озарял тьму. Бывает в жизни нашей, братья и сестры, что наши заботы житейские, работа, работы, забота о семье, другие, закрывают свет, его еле-еле видно. Бывает грех настолько закроет, что его совсем не видно. Но там внутри есть так успех жизни во Христе Иисусе, чтобы светильник горел и светил, остается тот же, как и у Марии был. Помните, в Деянии написано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Поближе к Богу, поближе к Богу, в личной молитве, в чтении Писания и в общении. Такой простой рецепт, такой простой успех благодатной жизни во Христе Иисусе. Дорогой Дорогой который с нами сегодня здесь, в Доме молитвы, Дорогой Друг, который, может быть, смотрит нас, но вдали от нас, если ты здесь и смотришь нас и слушаешь, я верю, что ты не сомневаешься, что есть великий Святой Бог, Создатель всей Вселенной. Это да и аминь. Совсем неразумно отрицать. Я верю, что в этот день ты веришь и понимаешь, что Иисус Христос родился в свое время в яслях. Он прожил жизнь и на кресте Голговском стал жертвой за грех. Важно это понимать разумом, важно это принять сердцем, не усомниться. Быть может, ты смотришь на жизнь свою и скажешь, она недостойна Бога. В одном гимне мы поем прекрасные слова. Лучшими своим старанием в этом мире вам не быть. Хочет Он, Бог, чтобы вы нуждались и пришли к Нему просить. И Он даст вам, и Он даст вам, и Он даст вам Духа, чтобы вас водить. Тот свет, который будет освещать, озарить тьму и водить вас будет в жизни. Это начало новой жизни. Она начинается у креста Голговского молитвы покаяния. Дорогие покаяния. Дух жизни для вечности. Я помню наша сестра Валентина, которой с нами уже нету, она в вечности. Она говорит, сколько раз я, находясь здесь, слышала проповедь. У меня было желание выйти и покаяться. Однажды было, когда вечеря Господня. У меня такое желание было, думаю, встану и пойду. Я не могла встать, мои ноги были как ватные, не могла двинуться. Думаю, если я встану, я упаду. Не упадешь. Это борьба, которую испытал я в свое время, которую испытал ты, дорогой брат и сестра, которую испытываешь, ты сейчас друг, который с нами здесь в Доме молитвы, который далеко от нас, но видит и слышит. Сейчас у нас будет молитва. Я не против, когда ясли ставятся и мы вспоминаем рождение Иисуса Христа, но Иисуса там нету. Я не против, когда едут в Израиль на гору Голгофу и смотрят на крест. Там Иисуса нету. Но Он там был и на кресте голгофском был, А сегодня Он на престоле, Агнец Божий на престоле, Отца управляет миром и живет Духом Святым, сердце человека. Это Бог. Вот это сердце нужно открыть и впустить туда верою через молитву покаяния, исповедуя его личным спасителем. Сейчас у нас будет молитва. Дорогие братья и сестры, мы все можем склониться и поблагодарить Господа, что Он возродил меня, возродил тебя в свое время для новой жизни и свет этот горит. Если Он как-то угас, как-то его не видно, приблизься к Господу, приблизься к Богу и Он вновь озарит и осветит тьму твою и ты будешь иметь силы следования за Господом. Я попрошу тех, с чем сердце не горит этот свет, пройди вперед. Мы помолимся, неважно какой у тебя возраст. Дорогой друг, если ты вдали от нас находишься, но видишь нас, ты там можешь склониться и помолиться. Потом позвонить или написать пастору, иметь вместе беседу и молитву. Дорогой друг, который находится в доме молитвы, Иисус Христос на престоле Бога Отца. Он управляет миром, но Он говорит, все стою у двери сердца и стучу. Кто услышит голос мой и отворит сердце, к тому войду и вечерю с ним сотворю. Это начало новой жизни. Этот день твой для рождения, для вечности. Аминь. Склонимся для молитвы, прославим нашего Господа. господа.